Айнард Фяйн, жители Империи, с вами Ниль Гардиец, и сегодня мы продолжаем вязнуть в Астрале, ибо разработчики Stellaris выкатили очередной дневник. На прошлой неделе они рассказали о звёздных разломах, как они формируются и что в них можно найти, а также что такое синие сопли, то есть звёздные нити и что такое звёздные действия. Итак, звёздные нити это ткань, связующее измерение. В тех местах, где границы слабеют, эти нити бытия расплетаются и становятся материальными объектами, которые можно собирать. У этого уникального ресурса множество применений, конечно, если вы дожили до второй половины игры и у вас есть соответствующие технологии. Как только вы найдёте космическую щель, вы сможете начать сбор ниток, хотя нет, не сразу. Для начала вам нужно открыть другие редкие ресурсы, вроде тёмной материи и редких кристаллов, после чего у вас появится возможность исследовать новую технологию — звёздный сбор, после изучения которой вы наконец-то сможете наматывать космо нити на свои катушки. Вот только зачем? Смотрите, после выхода дополнения на боковой панели появится вкладка «Открытие», которую перевели как «Звёздные действия». В общем, туда переселили вкладку «Реликвий» и выделили комнату для звёздных действий. Также разработчики говорят, что добавили возможность нажатия на малые артефакты и звёздные нити в верхней панели, чтобы перейти в эту категорию. Аналогично тому, как нажатие на другие ресурсы открывает галактический рынок. В общем, сплошные оптимизации управления и удобства. Касаемо звёздных действий — это государственные эффекты, которые вы можете получить за звёздные нити. Некоторые действия можно повторить после перезарядки, а у некоторых — ограниченное количество использований. В целом, все действия как-то влияют на пространство и время или взаимодействуют с другими измерениями. Впервые заглянув сюда, вам будет доступно малое количество действий. Вам нужно настроиться на измерения, чтобы воспользоваться ими. Другими словами, чем больше звёздных разломов вы исследуете, тем больше действий станут вам доступны. Исследовав пять звёздных разломов, вы откроете все доступные действия. В целом, чем выше требуемый уровень, тем сильнее действия. Бегло взглянув на панели, я заметил, что за некоторые действия нужно платить не только звёздные нити, но ещё и влияние. Стоимость действия разнообразна, но если смотреть на значки, то, судя по всему, в основном действия связаны с путешествиями, быстрым преодолением пространства и разгоном науки. Может быть, обшивка корабля станет лучше. В общем, одни сплошные технические бонусы, но есть и ограничения. Изначально лимит звёздных нитей будет равен пяти сотням, что очень мало, ибо некоторые действия стоят по полторы тысячи нитей. Но не отчаивайтесь, тут всё работает как с малыми артефактами. Со временем вы сможете расширить своё текстильное хранилище. За каждый исследуемый разлом ваш лимит ниток будет увеличиваться до 250 единиц. Также вы сможете построить особое сооружение, звёздный сифон, который также увеличит ваш лимит. Теперь давайте подробнее поговорим про звёздные действия, которые открыли для придирчивой публики. Звёздное расщепление – первое доступное вам действие. Каждые 10 лет, если у вас есть подходящее место, вы можете использовать звёздные нити, чтобы разорвать пространство и время в ваших границах и открыть новый разлом. При этом нельзя открыть новый звёздный разлом в соседней системе с уже имеющимся разломом. Стоит это удовольствие 300 катушек с нитками, и оно достаточно хорошее, я бы даже сказал, стратегически важное. Ибо если к середине игры вы обладаете малой империей, или вы просто неудачник, который заспавнился в той части галактики, где было мало разломов, то не отчаивайтесь. Это звёздное действие позволит вам дополнительно открыть 4 новых разлома и окунуться в сюжет дополнения. А такие неудачные старты походу могут быть, ибо зачем в принципе вводить в игру такое действие? Следующее действие – межпространственный барьер. Он позволяет за тысячу космониток впервые в Stellaris запретить передвижение через червоточины и другие обходные пути. Он длится 10 лет и действует на червоточины, находящиеся в ваших границах, что очень хорошо, ибо мне вспоминается однокатка, где развернулась всегалактическая война за червоточину. Однако данная фишка не работает с туннелем покрова или главными эль-вратами в кластере. Тем не менее, даже в таком виде решение очень даже чёткое. Итак, далее. Действия знания гиперетрансляторов дают бонус для гиперетрансляторов и квантовых катапульт. Всего за 300 ниток вы сможете получить 50% прибавку к изучению технологий гиперетрансляторов, что позволит вам быстрее изучить эту технологию. Если же вы её уже исследовали, то можете активировать другой бонус – мгновенное создание гиперетранслятора. Всего за 50 влияния и 500 нитей вы сможете мгновенно соорудить гиперетранслятор в нужной системе. Разработчики пишут, что уникальность этого действия в том, что только оно требует другого ресурса помимо звёздных нитей. За двойную цену влияния вы сможете мгновенно разместить гиперетранслятор в любой точке. Если у вас возникнет ситуация, когда строительство космического магистрали станет приоритетом, это действие сильно вам поможет. Как и межпространственный барьер, вы можете использовать его сколько угодно раз. Особо смешно звучит фраза, что мы на ретранслятор не потратим никакого ресурса. Реклама – моё почтение, ведь нити – это тоже ресурс, только другой. Вместо сплавов мы тратим нити, грубо говоря, меняем шило на мыло. На этом дневник заканчивается, но в конце есть приписочка, что на следующей неделе нам покажут новые происхождения и цивики. Очевидно, что все они будут заточены на работу с космическими щелями и проникновения в них. А происхождение даст возможность на старте компании начать исследование отверстия в космосе и лезть в них на 10-м году компании. Ничего сверхъестественного. В принципе, прикольно, но мои претензии вам известны. Сюжет это, конечно, классно, тем не менее, старый контент надо допиливать. Или хотя бы исправлять во второй части Стелариса. А на сегодня это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, что думаете про новое дополнение для Стеларис – Astral Plains. С вами был Невгардец. До встречи на просторах космоса.